Здравствуйте, мои дорогие! В зависании, заминок не бывает, и всё идёт хорошо. Итак, давайте начнём нашу сегодняшнюю встречу. Да, запись будет, у нас Елена всегда делает записи, и вы сможете их посмотреть, как только они будут готовы. Я знаю, что продюсерский центр и вот такой вот прекрасный марафон «Секреты мироздания» всегда заботятся о тех, кто приходит в гости, и без записи вас не оставят. А мы будем сегодня говорить об очень интересных вещах. И вот вы видите на слайдике уже, что мы будем делать тоже такие вот уникальные вещи. Мы сделаем диагностику, мы, конечно же, сделаем сегодня практику. И я расскажу вам о тех энергиях, которые, ну, просто удивительно, удивительно сейчас нас не только пронизывают и окружают, но вообще вот то, что творится сейчас во Вселенной, это невообразимо. И вот Елена говорит, откуда эта Наталья всё знает, у неё каждый раз информация новая. На самом деле это так, но я ведь в потоке живу, я же получаю эти знания, именно вот можно сказать, из первых уст. И, конечно же, переработав их, я делюсь с вами с удовольствием. И всё вокруг меняется, и меняется в лучшую сторону. И это только с поверхностного представления. Наша планета, может быть, кому-то кажется, что погрузилась в безысходность вместе с людьми, но это не так. Мы с вами вышли на новую эволюционную прямую. И, конечно, печален факт, что большая часть человечества выбрала игнорирующий вектор, да, если это можно так сказать. То есть вот, ну, живут и живут, и ничего не происходит. И вчера мы говорили тоже на одной из встреч о квантовой трансформации, о том, что происходит у нас со здоровьем, о том, как энергии у нас идут. И женщина одна прям вот опровергала меня все два с половиной часа, пока шла закрытая встреча. Она и выходить не выходила, но тем не менее спорила о том, что всё это ерунда, я говорю неправду, она ничего не чувствует и всё. Ну, вы знаете, это позиция такая вот, да, маленького ребёнка, что если я спрятал голову за шторку, то я спрятался, и меня не видно. Если я не вижу, то и, значит, и я невидимой стал. Ну, это не совсем так. Но жаль, конечно, что есть люди, и жаль, что большинство таких людей, которые действительно игнорируют то, что происходит, но ведь абсолютно всё в физическом мире меняется сейчас таким образом, что старая и достаточно импульсивная материя, она как живой организм, она сопротивляется новой перспективе. Ну и, наверное, есть такие люди, и техника поэтому вылетает, и поэтому попадаются нам с вами на пути те провокаторы, которые провоцируют нас на возврат старой энергии. Я думаю, вы на себе это тоже ощутили. Нет-нет, да появится что-то или кто-то, кто испортит вам настроение, и вы опять вот так вот, ух, да, издуваетесь, и улыбка вниз пошла. Старая трёхмерная материя просто не готова потерять то, что она имеет, ведь она так долго это всё накапливала. И именно это сопротивление вызывает конфликт с той новой энергией, которая генерирует в себе свет Творца, потому что сейчас идёт именно Божественная энергия к нам. Нет ничего вечного, всё меняется, начиная от материальной формы и заканчивая самой сущностью Творца. Этот процесс давным-давно уже назвали эволюцией, и всё старое, поэтому и не может войти в новое. А наша ДНК — это Бог. И, скорее всего, вы видели статьи, и уже в новостях даже объявляли, что ура, ура, учёные расшифровали послание Бога, которое зашифровано в ДНК. Вы знаете, вот так вот сидишь, слушаешь, да, занимаясь много лет тем, что сейчас преподают как новшество, и думаешь, ну, наконец-то, наконец-то об этом начали говорить. И на самом деле, да, наша ДНК — это Бог, и в нашей ДНК — всё. Познать Бога — это значит активировать все гены нашей ДНК, которые до этого, они были, они никуда не делись и не появились, они просто находились в спящем состоянии. И именно наша ДНК очень тонко реагирует на все энергетические изменения, которые сейчас и происходят в космосе и с нами. И теперь, когда мы проходим кристальные врата, а их только в октябре 10, представьте себе, и мы покинули трёхмерность Андромеды и входим в другое совершенно пространство и вовлекаемся в новые процессы. И ДНК в лице той генетической информации, которая должна быть активирована, конечно же, открывается для нас, как свет Бога открывается. И только таким образом наши гены просыпаются. Но для этого нужно осознать, что мы творцы. Мы должны освободиться от трёхмерных связей наших сознаний, от тех старых энергий, в которых мы привыкли жить, которыми мы жили в прошлом. Но сейчас им уже не место в нашем настоящем, а тем более в будущем. И наше настоящее имеет мощный импульс, в котором гены, которые отвечают за божественные программы нового человека, конечно же, должны быть активированы. Иначе мы останемся где-то там, на уровне каких-нибудь таких, как знаете, фантастические фильмы показывают, из камней люди, которые спят, 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 тысячелетиями, веками, а потом проснутся и медленно-медленно шевелятся. Наша ДНК — это клантовый генератор с функциями преобразователя и передатчика, можно так сказать. И всё, что мы улавливаем, всё проходит именно через неё. И я всегда на встречах по роду говорю о том, что информация наша родовая тоже записана в ДНК. Здоровье — всё, всё там. Это как действительно такой вот жёсткий въезд компьютера, да, та программа основная, которая запускает нашу жизнь, именно физического нашего тела, да и не только физического, я так подозреваю. Происходит квантовая переадресация всех космических энергий в спящие гены именно сейчас. Вот что с нами сейчас творится. И если смотреть на ДНК, как на генератор этих процессов, то изменения в одном человеке неизбежно просто повлекут изменения и у других людей. Вот представьте, насколько это здорово. Изменился один и потянул за собой всё. На самом деле перспектива будет только такой. Мы движемся в потоке квантовых изменений. И уже давно мы это делаем. В 2012 году мы начали движение это. А сколько ещё готовились? И кто-то это уже чувствовал ещё до этого момента. Да, 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 Елена, да, совершенно верно. И я об этом тоже чуть попозже скажу. Мы идём к новой Земле и к новому нашему «Я» идём. И квантовость — это главное свойство нынешнего времени, когда всё происходит через намерение, через чистое сознание. И когда мы, повышая свои вибрации и своё сознание, распаковываем самое важное хранилище, которое в нас заложено. И в октябре мы с вами снова вошли в энергии новых вибраций. Вот который раз уже в этом году, правда ведь, да? То у нас парады планет, то у нас квантовые переходы, то у нас затмения, то у нас ещё что-то. А сейчас опять. И эти вибрации отражают нас сейчас, как зеркала. Если внутри вас агрессия, жизнь будет нападать. Если внутри вас желание бороться, то вы получите соперников. Надо же с кем-то бороться. Если внутри у вас чувство вины, жизнь найдёт способ вас наказать, чтобы вы просто так не чувствовали себя виноватым. Если внутри обида, жизнь будет давать поводы обижаться ещё больше. И всё это только с одной целью – показать вам то, чем вы являетесь, что вы носите в душе. Потому что жизнь видит вас таким, какой вы изнутри. А вовсе не таким, каким вы хотите показаться жизни, окружающим людям. А многие даже и при себе, то есть вот наедине с собой, да, не могут расслабиться и не играть какие-то роли. И постоянно вот в этом напряжении находятся. Все астрономические события – это часть процесса перехода Земли и нас с вами в новое, в пятое измерение. Вселенские потоки передвигаются в высокие пространственные поля. И мы также продвигаемся в новую вибрационную систему. И мы в этом году уже прошли путь цикла затмений. Затмение марка и августа, и сентября нас меняли, нас очищали. Меняется кристаллическая решётка планеты, меняются наши с вами вибрации. Наша углеродная клеточная структура преобразуется в кристаллическую структуру наших тел. И сейчас мы балансируем наш новый божественно-человеческий опыт с миром и людьми, которые нас окружают. И можно сказать, что мы учимся взаимодействовать с миром, потому что для нас это состояние, оно новое. И если даже сделать такой вот, ну скажем, акцент, да, воззвать к тому, что, ну мы же всё-таки не первый раз воплощаемся на Земле, кто-то первый, но в основном человечество уже проходило свою, такой вот путь перевоплощения свой, и многие не первый раз. Но вот такой вот опыт, который проживает человечество Земли сейчас, он вообще впервые. Он впервые с нами, с нашей планетой, с нашей памятью на всех уровнях. И именно в этот период, который мы сейчас с вами проживаем, нам необходимо научиться взаимодействовать с новым миром и с теми людьми, кто принял решение остаться в старом. Это тоже важно. И здесь вот как бы, может быть, вам не было немножко непонятно, что я имею в виду. Вы посмотрите на себя и на тех людей, кто вас окружает, и вспомните вот тот момент, когда многие вас перестали понимать. Некоторым говорят, что ты попала в секту, что ты там себе опять надумала. И вот такая резкая просто реакция, негативная, резкая негативная реакция на то, чем вы увлекаетесь, на вебинары, которые вы посвящаете, она есть, она присутствует. И вот это и есть те люди, которые пока еще приняли решение остаться в старом, в трехмерном мире. Но нам-то нужно тоже с ними как-то взаимодействовать, потому что мы живем в социуме, мы меняемся, но пока вот та окружающая среда на Земле, которую мы видим вокруг себя, она остается прежней для нас. Но мы-то уже другие, и нужно научиться гармонично применять наш новый опыт и те энергии трехмерные, которые нам еще предлагаются в жизни. И вот уже я вижу, Елена пишет, да, говорят, что умом двинулась. И скажите еще, давайте в чате поактивнее будем работать, кто ощутил на себе, на своем опыте, что вы изменились, ваши тела изменились, и люди вокруг тоже, и что все по-другому стало. Напишите, пожалуйста, а то получается, что только я, Елена и Татьяна Асминина, и все, остальные все остались. Людмила, да, да, да. Вот, я вижу, что чат откликнулся, значит, вы меня понимаете. А сейчас я вам предлагаю выполнить диагностику под моим руководством, которая покажет состояние вашего поля, биоэнергетическое состояние на данный момент, которое у вас сейчас, к чему вы пришли, с чем вы пришли, и потом я дам вам гармонизирующую практику и скажу, что делать при вот таких вот выявленных особенностях. Совершенно безопасный метод я вас веду, поэтому сейчас прям вот полностью процессу прошу вас отдаться. Закройте глаза сейчас, сядьте ровно, прямо. Подышите брюшным дыханием. Кто был на моих тренингах, вспомните практику «Аромат розы». Ну, кто не был, просто дышите животом. Вдох, выдох. Максимально расслабьтесь, погрузитесь в себя, что называется. Еще раз вдох, выдох. Успокойте свой внутренний диалог. Ощутите свое тело. Сосредоточьтесь на ощущениях. Сосредоточьте сейчас все свое внимание на своем лице. Ощутите свое лицо. Ощутите температуру воздуха, который вас окружает и касается вашего лица. Почувствуйте свой лоб. Щеки. Губы. Подбородок. Нос. Глаза. Ощутите веки. Ощутите глазные яблоки. То, что происходит за глазами, как бы внутри вашей головы. И сейчас увидите, как вы будто бы становитесь больше, чем ваше тело. И будто бы отодвигаетесь назад и растете. А ваше тело остается впереди перед вами. Вы увидите. Вы видите сейчас фантомный образ себя перед собой. Как будто бы вы возвысились над своим телом, стали больше, выше. А ваше фантомное маленькое тело и все ваши биоэнергетические тела, оболочки, сейчас перед вами. как будто на вращающейся сцене, на подиуме. И ваше фантомное тело освещено с разных сторон так, что вам сейчас хорошо видны все изъяны, нарушения, пробои в энергетическом теле. Вы можете увидеть все недостатки, а также все достоинства. Рассмотрите внимательно со всех сторон свое фантомное тело. Вы можете вращать подставку, мысленно, на котором стоит ваше фантомное тело, и поворачивать свое физическое тело, чтобы его лучше рассмотреть. Рассмотрите тело спереди, сзади, справа, слева, над головой, под ногами, изнутри. Отметьте все посторонние предметы, явления, существа рядом с вами. Посмотрите, какая одежда и что именно на каждой части тела на вас надето. Как выглядит ваша обувь, одежда, есть ли ремни на одежде или на теле, завязки, браслеты, бусы, ошейники, корона. Все внимательно рассмотрите, рассмотрите со всех сторон. Сейчас заканчивайте осмотр. поблагодарите своего фантомного двойника. Скажите, благодарю с любовью. теперь вы делаете в своем воображении шаг вперед и представляете, как ваш фантомный двойник соединяется с вами, будто бы входит внутрь и сливается воедино. и вы уменьшаетесь до размеров своего физического тела. Почувствуйте сейчас свое тело, свою голову, лоб, глаза, рот, язык. Пошевелите языком. Почувствуйте шею, тело, руки, ноги, стукни. Сейчас я досчитаю до семи. Вы полностью вернетесь в свое нормальное, обычное состояние и откроете глаза. А пока я считаю, вы возвращаетесь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Открывайте глаза, напишите, пожалуйста, в чате свои ощущения. Кто что видел, давайте разберем, как сама стрела в голове. Вы с ней что-то сделали сейчас с этой стрелой? Или она так и осталась в голове у нас? Нет. Нет. Осталось. Оксана, головные боли, мигреневые боли, давление, скачки, зрение, то острота снижается, то нормально. Бывает часто у вас? Так. Оксана, ауру у себя синий-зеленый видела и все больше никаких цветов. То, что я перечисляла в практике, пряжки, бусы, ошейники, короны. Елена, ошейник с поводком, покорежные тела до физического. Вот он, результат, пожалуйста. Смотрите, диагностику вы сами себе сейчас сделали. Я вам просто подсказала, как это можно посмотреть. Вы потихоньку вышли, посмотрели на себя, и медленно, бережно зашли обратно, без различных повреждений, посмотрели, что с вами происходит. Темно-серый, да, украшения не было, но темно-серый полен. Не получилось увидеть, казалось, рассматривала просто серого человека, мужского пола, как с бумажной картинки, одинаковый цвет, без каких-то особенностей. Ольга, то есть никаких цветов, да, никаких абсолютно. Серость, тусклость и бумажный, плоский, то есть отсутствие энергии, полное, Ольга. Да, у Оксаны напряжение было. Да, ну вот смотрите, да, давайте я так вот, общий итог по практике. Ага, у Елены вот браслеты были, у Аль прозрачная на лице, а у Ольги кроме серого цвета не было ничего. То есть она даже себя не видит, отсутствует уже. Уже отсутствует. Так, у Людмилы жар в голове, сидела почему-то в серых тонах, свободной одежде, и на ногах тоже непонятно. Ну смотрите, какие картинки, да, интересные. Ну интересные для меня, как для специалиста, а для вас они не очень интересные, потому что все то, что вы увидели, это проецируется на вашу жизнь, во-первых, на ваше здоровье, во-вторых, на события вашей жизни. Если внешняя одежда похожа на бабу-ягу. Тана, то есть я так правильно понимаю, что она такая оборванная, да, лохмотьями, то есть ваше биоэнергетическое поле, все разорвано, все в клочках. Я встречала разные случаи абсолютно вот за время своей практики. Есть как будто дробью выстрелили, все в дырках, есть разорванные в клочки, есть вообще разбросанные, есть как будто, вот помните фильм «Дневной ночной дозор», когда там героиня, вот этой вот женщины, над которой была воронка, она пришла спасать героя Константина Хабенского, Антона Городецкого, и ей кинули шарик, и вот у нее он прилип к лицу, и она ничего не видела. И вот такие вот есть тоже моменты. Чего только нет на самом деле, чего только не увидишь. Вот у Ольги были несколько пластинок разных частей тела. Да, а вот у Татьяны, ну, Татьяна, у нас с вами консультация будет, поэтому мы там еще посмотрим, что у вас, почему нет четкой картинки. Вам, в общем-то, несказанно повезло, у вас еще все впереди, возможность это все поправить. Смотрите, что это значит. Энергии практически нет у тех, кто видит либо ничего, серый дым, какие-то стены, да, туман, или вообще отсутствует картинка, либо вот как написали, что человечек как будто бумажный, какой-то плоский, серый, одноцветный. То же самое про сине-зеленое поле, то есть цветов больше никаких. Это неправильно, это неверно. Хоть и есть такое заблуждение, что зеленая чакра, сердечная чакра, у кого зеленый цвет, у того много любви. Нет, дорогие мои, должны быть все цвета радуги. И кроме того, у нас ведь еще активизировались и новые чакры, и еще плюс к радужному спектру, у нас добавились еще и другие цвета. Я чуть попозже об этом скажу сегодня. Вот. Поэтому то, что вы видели, не так-то уж оно и хорошо. Если присутствуют в вашей визуализации на вашем теле или рядом с телом какие-то предметы, тоже ничего хорошего в этом нет. Вот смотрите, стрела из головы, то есть пробой в области головы. То, что касается пряжек, браслетов, ошейников, у Елены даже ошейник был с поводком, то есть к какому-то либо эгрегору подключена, либо кого-то кормит из своей горловой чакры, своей энергией. Что-то кому-то, может быть, хочет сказать всю жизнь, долгое-долгое время, и не говорит, потому что так не принято, так нельзя, или там еще что-то, да, боится человека обидеть. То есть привязки, ограничения, блоки на чакрах и так далее, все это вот такими вот проявляется образами. Некоторые люди радуются, ой, у меня корона на голове, диадема, я королева. Не королева, блок на коронной чакре, потому что коронная чакра в виде украшения на голове, а корона у нас вот здесь, задевается, то есть наш нимб блокирует, так не выглядит, она выглядит по-другому. Поэтому что нужно делать? Если есть что-то, и энергии к вам не будут проходить, нужно почистить, чтобы они шли, чтобы проходили. Ну вот так вот, такая вот диагностика. А сейчас давайте гармонизируемся, снова закройте глаза. Вдохните полной грудью, прям максимально, насколько можете. Вдохните. Выдохните. И сейчас еще раз, когда будете вдыхать, на выдохе, прям вот мысленно, не надо ничего произносить, просто мысленно, всем своим негармоничным качествам. Сообщите сейчас, что они вам больше не нужны. И представьте, как на выдохе они из вас выходят, и вы их отпускаете с благодарностью, с радостью, с любовью. Вдох и выдох. И на выдохе отпускайте. Обязательно с благодарностью. Обязательно с радостью и с любовью. И сейчас вы принимаете все, созданное Богом. Прям себе установку даете. Я принимаю все. Все, созданное Богом. это и есть истинный Божественный баланс, к которому вы стремитесь. Истинное счастье и свободу. Открывайте глаза сейчас. Как просто, правда? А просто ли на деле его платить? Да вот не совсем. Не совсем просто для многих, потому что в нас заложено много программ, мешающих достичь счастья, здоровья, гармоничных отношений, богатства. Эти программы необходимо удалять, очищать. Нужно свой жесткий диск, свои тонкие планы, тонкие тела. И сейчас самое время заняться обновлением себя, потому что энергии идут такие, которые позволяют быстро перепрограммировать себя, если это сделать правильно. И само состояние людей сейчас на самом деле довольно изменчиво. И вы правильно подметили совершенно в чате, что непонятное состояние, непонятные какие-то вещи необъяснимые творятся с вами. Многие поступки и действия совершаются на эмоциях. Все деструкции третьей мерности нужно убирать, убирать, потому что сейчас, ну вы знаете, как межсезонье такое, да, вот сейчас уже где-то зима, то, что Сибирь, Дальний Восток, там уже снег лежит даже несколько дней и не тает. И там уже люди в зиме, а на юге, там еще вроде бы как-то и солнышко светит, и вот прочитала в новостях, последний урожай свеклы и подсолнечника сегодня убирают в том районе, где я сейчас нахожусь. И вроде бы как и зимы нет, но мне вот через недельку буквально лететь уже в зиму. И как мы всегда встречаем в межсезонье, да, вот зима пришла нежданно, а мы вышли в туфельках и в курточке такой вот легкой и замерзли. И вот то же самое сейчас, то есть нам нужно привыкнуть к этому новому и, конечно же, помочь себе. Если мы одеваемся по сезону в ту одежду, которая подходит, да, зимой в зимнюю, а летом наоборот, снимаем с себя все теплое и радуемся солнышку и пришедшему тепло, то и сейчас нужно сделать то же самое. То есть помочь себе устранить деструкции третьей мерности. Устраняются они по принципу клин-клином вышибают, если с ними не работать, и поэтому так много и конфликтов, и природных катаклизмов, и других не совсем приятных для человека проявлений. И это может длиться у кого-то год, у кого-то три года, а у кого-то и 30 лет, смотря сколько деструктива у вас накоплено. И сейчас задача такая стоит перед нами, вытеснить старые значения, старую память, старые взгляды, привычки, характер. И тогда уже постепенно слой за слоем деструктивные алгоритмы будут уходить и уступать место стабильности и равновесию. Наш трехмерный мир, в котором мы жили просто миллионы лет, он дуален. И всеобщее убеждение дуальности, то есть дуа, да, два, хорошо, плохо, добро, зло. Вот эти вот убеждения, разделение на хорошо и плохо привело мир к нехваткам и к ограничениям. И в материальном выражении, и в отношениях, и в дуальности всегда существуют пары противоположностей. Изобилие и нехватка, да, есть деньги, нет денег. Срединного состояния человек достигнуть как-то вот не может, не получается, чтобы деньги были. Добро и зло, хорошо, плохо, любовь, ненависть. И с разделением на самом деле всегда будут имущие и неимущие, умные и дуры, нищенки и королевы, любовь и ненависть. И это убеждение постоянно укрепляется человеческим сознанием, потому что сознание вообще играет с людьми в странные игры. И мы, бывает, стараемся спрятаться от своего успеха, объясняя свое нежелание или страхи, или тревожности, или лень, отсутствием у нас семьи, работы, денег, ой, потом, да, или вот, нет, не сейчас, нет, это не для меня. Но, знаете, я хочу вам сказать, что стабильность и равновесие — это совсем не то, что апатия и ипофигизм. Если вы в равновесии, в гармонии и в стабильном состоянии, это не значит, что вы ни на что не обращаете внимания, потому что вот я столкнулась в практике с тем, что люди просто боятся достигать такого состояния, что, ой, да мне будет вообще вот на все абсолютно наплевать, а как я буду жить без эмоций. У вас эмоции останутся, вы будете все замечать и реагировать будете, но совершенно по-другому, потому что эмоции будут только конструктивные, положительные. Внутри вас будет непроходящая радость и ощущение гармонии. И вот эта вот вся возня, которая происходит сейчас вокруг вас и в вашей жизни, покажется вам таким незначительным цирком, таким вот приехавшим только на какой-то месяц, на гастроли, что вы только лишь одним взмахом руки, а то и пальцем сможете решать любые возникающие проблемы, которые сейчас вам кажутся просто глобальными, которые вас задавили. Как вы думаете, почему так непросто стать счастливым, стать богатым? Вы читаете нужные книги, посещаете тренинги, вы стремитесь к успеху, хотите зарабатывать больше, но перемены происходят медленно, словно какой-то тормоз ваше движение сдерживает. Красиво, Ирина. Да, вот смотрите, кстати, на картинку, можете прям вот эти фракталы глазами исследовать, эта картинка из сакральной геометрии, она исцеляет. Поэтому я подбираю специальности свои слайды. Смотрите, наслаждайтесь и переходите в новую мерность. А вы знаете, ко мне каждый день обращаются люди с запросом, помогите, я давно работаю над собой, много школ прошла, но ничего не происходит. Вот я даже выбрала сегодня для вас выдержки из писем, сейчас некоторые прям зачитаю вам. Вот женщина пишет, пожалуйста, можно мне попасть на вашу консультацию, мне очень это необходимо. Столько лет хожу, учусь, а перемен никаких. Хочется разобраться, семь лет она учится, результата нет. Следующее письмо. Мой внутренний экран не работает, то есть нет визуализации, человек ничего не видит вообще, практики не получается. Учился в институте космоэнергетики, прошел множество тренингов, ничего не помогает. Следующее. Я мастер рейки до сатори, прошла инициацию, но сама ничего не чувствую, просто делаю, только учили. Людям помогаю, говорят, а себе нет. И много-много таких писем, запросов. И вот сейчас я, может быть, для кого-то открою огромный секрет, страшный секрет, но, знаете, вот человек сам сдерживает себя и саботирует свое счастье тоже сам. Как такое может быть? Очень даже запросто. Грязная биоэнергетика, захламленность тонких тел и страх. Очень большой страх перемен. А что там будет? А вдруг я что-то увижу не то? А вдруг я в новом состоянии не буду там иметь то, что сейчас имею, или еще какие-то вот такие вот деструкции? Когда я на личных приемах работаю с клиентами, почти всегда за желанием что-то получать, кроется нежелание это получать. Вот представьте, какой парадокс. Вот приходят ко мне две девушки, ну как девушки, уже женщины взрослые, 36 лет и 32 года и говорят, на нас венец безбрачия, снимите с нас его. Смотрю, никакого венца безбрачия на них нет. Чистая психологическая программа. Если мы выйдем замуж, то родим детей, а мужья нас бросят, потому что мы же будем стареть, а мужья будут смотреть на молодых и уйдут к молодым от нас, и мы останемся одни с ребенком. Это тяжело, это плохо. У одной и у второй программа, ну я, конечно, своими словами вам объясняю, но программа от мамы, которая передана им именно вот как сценарий уже родовой. Вот эта вот программа действует. Они думают, что на них кто-то там венец безбрачия наслал. Нет, это они сами блокируют себе личное счастье, никаких отношений у них нет. Они обе в этой паре, вот еще, как говорят, да, старые девы, и вообще не видят перспектив для того, чтобы выйти замуж, познакомиться с кем-то, с кем-то создать, хоть не семью, отношения, потому что вот такая программа. Все дело в том, что когда они были маленькими, папа ушел к молодой женщине. И девочки вот в этих вот энергиях маминой ненависти, обиды, очень сильные обиды на отца, и постоянного, конечно же, вот такого вот подпитывания того, что отец, гад и так далее. И все мужчины такие. И вот они в этих деструкциях живут. Вот вам, пожалуйста, венец безбрачия. Чистая своя психологическая установка, подкрепленная неимоверным страхом, что с нами будет то же самое. А если говорить о тех запросах, которые я вам зачитала в виде писем, за неработающим внутренним экраном, то есть вот мужчина, который не может визуализировать в практиках, стоит блокированная чакровая система. То есть там чакры в блоке, три чакры, множественные узлы на них, поэтому не получается визуализации, не получается практики. Он говорит, я учился, учился и бросил все, потому что ну смысл тратить деньги, смысл тратить время, если у меня не получаются эти практики. У мастера Рейки детский страх, я никому не нужна, меня никто не любит, и обида на отца, и эта обида блокирует ее способность что-то изменить в своей жизни. Вот она пишет, людям помогаю себе, никак. А первое письмо от женщины, которая много училась, она большая фантазерка со страхами черномагических воздействий. И в частности у нее огроменный страх физической смерти, там завязан узел, который выходит за пределы ее биоэнергетического поля. И поэтому у нее тоже ничего не получается. Она говорит, я пошла учиться там, где только она не была, какие только она школы не проходила, для того, чтобы помочь себе, а помочь себе не получается, потому что чем больше она узнает, тем больше она себе начинает фантазировать, все примеряет на себя, и получается так, что она боится. Просто страх, понимаете, все можно объяснить, с психотерапевтической, с биоэнергетической точки зрения. И если вы свободны от травм, глубинных проблем, то энергия, конечно, будет течь и наполнять вас. А если вы застрессованы, ваша энергосистема блокирована, и энергия вас будет просто обтекать, просто поддерживать ваши жизненные функции, и не более того, какое уж там творчество, какая уж там помощь, какое уж там развитие. Есть такие блоки и травмы, которые пришли задолго до рождения нашего и являются кармическими. Естественно, они тоже требуют отработки. И пока клеточная память не очищена, она будет нести энергии, которые будут блокировать ваше естественное состояние. И еще здесь же ваши кармические долги. Также в плане энергии они отяжеляют и забрязняют ваше биополе. Так, счастье для сестренки просила Тана и разрушила свою, а у нее все стало хорошо. Вы знаете, вы отдали энергию и не восполнили. Вот на нехватке энергии обычно происходит то, что человек не может выстрелить ничего у себя в жизни Тана. Поэтому вам нужно просто пробой закрыть в поле, откуда утекает ваша энергия. Вы очень сильно пожелали добра своей сестренке и счастья. И сами себе это, знаете, называется самопорча. Когда не кто-то, а сам человек. Таких случаев, вы знаете, каждый буквально даже первый, не второй. Да, самосглас, самопорча. Да, такое бывает. А теперь про деньги несколько слов хочу сказать. Давайте посмотрим, какие блокирующие установки бывают. Это блоки по роду, блоки по чакрам, блоки в отношениях с мужчинами, блоки непосредственно по деньгам. То есть чистые ваши отношения с деньгами, установки такие, якобы деньги зло, деньги большая ответственность, деньги опасность, нечестность, грязь. И есть еще такие люди, которые на все изливают негатив, и вот эти вот деструкции, они не созвучны с энергией денег. И поэтому и деньги не идут. И на каких бы примерах деликатных, жестких, по принципу клин-клином, таким людям не показывали, что они заблуждаются, что нельзя так говорить, нельзя так судить обо всех людях, которые чуть состоятельнее, им как об стену горух, они не понимают, потому что либо кармические блоки, либо навязанные установки, и ментальное тело у таких людей настолько захламлено, что деньги просто не могут пробиться через те завалы, которые у такого человека там есть. И даже копеечка не пролетит. Поэтому выход один — не объяснять, не учить, очистить, очищать шлаки, мусор, завалы, засоры, заторы, пока человек не станет абсолютно счастливым, чистым, человеком божественной святимости. И недавно совсем я работала, знаете, вот прям бывают, практически все такие, но бывают очень тяжелые клиенты, когда вот прям я вот так вот ух, вот действительно по-другому не скажешь. И вот именно женщина была с установкой на деньги, и она умом все понимает. Вот много таких людей, которые умом понимают все, но на глубину не пускают. Она тут же говорит, что я очень хороший человек, я желаю всем добра, и раздается телефонный звонок во время нашей беседы, я вообще прошу отключать телефон, ну вот как-то тот момент упустила, раздается телефонный звонок, и ей звонит человек, который ей, ну видимо досаждает своим присутствием, она столько негатива вылила на этого человека, что вообще вот я просто потом вот остаток консультации на этом примере ей объясняла, где у нее блоки, почему у нее блоки, и переживали именно вот это состояние с ней еще раз. Все просто как белый день вообще, только мы не умеем это видеть, потому что кого-то не учили, кто-то не верит, а кто-то считает, что на уровне ума, да, вот так вот, я хороший и все, да мы все хорошие, плохих людей нет, у всех свои задачи, у всех свои кармические такие вот чек-листы, с которыми мы приходим на эту землю, выполнить что-то, что именно нам положено выполнить. Все хорошие, но хорошо жить почему-то умеют единицы. хотела помочь, да, ну, да, вот то, что ощущение обесточенности, это нехватка энергии. Нина, я чуть попозже скажу, почему это возвращается, я думаю, вы услышите ответ на свой вопрос. Ну, давайте по порядку обо всем. Вот сейчас события все, которые происходят с нами, имеют крайне сильную энергетику, а те деструкции, которые появляются у нас в жизни, они несут просто усиленные деструкции в ответ, а те конструктивные события, которые происходят, наоборот, усиливают положительные события вокруг нас. А вот вы говорите мне об обратном, да, что желала всем добра, а себе не получила. Наверное, как-то действительно не так желала, либо поле пробито, и вот эти пожелания от вас идут, энергообмен нарушен, к вам ничего не поступает. То есть, как вода из кранов, которая протекает, утекает, утекает, и энергия ваша также. Ритуалы, которые ваши тонкие планы очищают, ваши тонкие тела, подсознание, как следствие, ведут вас к тому, что состояние улучшается, и новые желания появляются, и новые возможности появляются. И если вы еще не успели почиститься в этом году и привести в порядок свое физическое тело, тонкие тела, то это необходимо сделать срочно и немедленно. Почему? Потому что времена действительно вот сейчас, я сегодня вам расскажу и про врата 11-11, и про те энергии, которые будут нас преследовать, преследовать, прям действительно, потому что никто их не избежит. в конце октября и в начале ноября, ну, чуть попозже все скажу, а сейчас хочу сказать о том, что вы можете быть творцом своей Вселенной. Это самое простое и действенное на пути к счастью. И что делать надо? Ну, волшебство благодарности, слышали о таком когда-нибудь? Начните благодарить всех и вся за то, что вам дается и отнимается, особенно за то, что отнимается. Кто-то видит в моих словах, ну, наверное, долю несправедливости, а может быть, долю маразма, но, вы знаете, я сама через это прошла, и когда начинаешь благодарить за то, что отняли, оно приходит просто в многократном увеличении. Нельзя быть скудными и скупыми на позитивные мысли, на добрые слова. Благодарите, потому что только благодаря вы заявляете «Я имею». И нам сейчас предоставлено уникальная возможность самим создавать свой новый дом и совместными усилиями обустраиваться в нем. Нам высшие силы сейчас охотно помогают в этом и поддерживают все наши начинания. И сейчас такое время, когда выгоднее верить в сказку, чем присоединиться к когорте непосвященных и оставаться в трехмерных вибрациях, которые уже свое время отжили. Возврата туда уже не будет. Да, но кто-то из людей думает о том, что ой, вы знаете, вот кто-то писал, Татьяна о смене написала, что от меня все отступились, Елена писала, что да, говорят, что я сумасшедшая, кто-то писал, что зомбироваться села, да, внук говорит, опять Людмила, по-моему, написала так. и действительно есть многие люди, которые на пути своего духовного роста сталкиваются с такой реакцией и думают, ну это ведь мое окружение, это ведь мои родные люди, а как я, белый ворон, это никто быть не хочет, да, как я буду без них и опять туда сваливаются. Но дело в том, что планета уже начала жить в другом измерении, а мы-то когда, мы-то потом рискуем вообще выйти из процесса, у нас даже сейчас плотность материи стала другой. И ученые этот факт подтвердили. Частица перешла с одного уровня энергии на другой уровень. Электромагнитная шкала, которая во всех учебниках физики школьников представлена, увеличилась на три октавы в инфракрасном диапазоне и на три октавы в ультрафиолетовом. Представьте, на шесть октав больше стало. Магнитар засветился синим цветом, а до мая 2014 года он не светился. И тут вдруг астрономы и физики нам сказали, что обнаружили магнитар в космосе. И синее пятно в мозге у нас тоже засветилось у всех. Это новое органическое тело и оно созвучно магнитару пульсирует. Представьте, то есть сейчас каждый из нас связан со светом Творца, с космосом, своим синим пятном у нас в голове. Единая система и один базовый ритм у магнитара и у нас. Октава, на которой вибрирует синее пятно и магнитар в центре галактики, работает в новой шкале. В темпе вальса, говорят, пришло время, о котором нам когда-то говорили. В огней йоге описано это время. Многие такие вот источники религиозные об этом говорили, что будете жить в тонком мире, а там все управляется мыслью, время огни. Захотел стул перевинул, захотел сам взлететь, но пока мы еще не дошли до такой концентрации мыслей и до осознания себя, поэтому что-то двигать или взлетать не все умеют. Нервная система сейчас насыщена светом протеи, глаза начинают по-другому видеть, тимус изменился, то есть вилочковая железа наша и в тимусе сейчас живет тот самый протей и иммунный надзор протеи изменился. Если раньше система иммунитета была формальна, теперь она каждую человеческую мысль отслеживает и стало так важно уметь думать, почему появился метод такой, который позволяет оздоравливаться буквально за несколько минут. Не мгновенно, а не несколько минут и человек побеждает даже смертельное заболевание. Ну потому что время такое, очень важно сейчас думать, прежде чем подумал. Сбывается всё тут же и сейчас. И главное понятно, почему сбывается. Если раньше мы с вами отвечали за свои поступки, то сейчас нужно учиться отвечать за свои мысли. В нашем мозге растворяются старые пакеты нейронов, и поэтому мы можем забывать что-то. Вот вроде бы что-то хотел сделать, шла куда-то, да, пришла, ой, а зачем я сюда пришла? Или сделала что-то и пошла? А куда пошла, что пошла, чего не доделала? Выпадаем из реальности на какое-то мгновение, но выпадаем. Можете на себе это ощутить, и кто сейчас меня понимает, о чём я говорю, у кого такое есть, плюсики в чатик можете поставить. время изменилось, энергия изменилась, наше восприятие и мы становимся теми многомерными существами, которые были изначально задуманы всеми высшими силами. Очень много открытий насчёт наших мыслей идёт, установлена связь между депрессией и остеопорозом. Чем больше человек сидит в депрессии, тем больше у него начинают размягчаться кости. Вот представьте себе, характеристика нашего времени это то, что мы сами себе можем делать лекарства и то, что нам нужно. Как это сделать? Вот сейчас открываю метод. Берёте стакан или бутылочку, наливаете туда воду, которую вы пьёте, неважно святую, не святую, питьевую воду, берёте бумагу, ручку и пишете это моё лекарство, ну допустим там от головной боли, я восстанавливаюсь быстро. Кладёте под стакан или под бутылочку, ставите у изголовья своей кровати на ночь, утром просыпаетесь, выпиваете, всё, вот оно лекарство, не надо ни в какие аптеки ходить. Чем легче вы к действительности будете относиться, тем быстрее и лучше будет получаться. Шуточки такие, да, вот помните раньше оксимарон техника, очень классная техника, очень весёлая, в ней здорово было жить, но сейчас уже оксимароновские техники перестают работать, потому что они на трёхмерность рассчитаны очень сильно, но вот это очень похоже, очень похоже. И ещё есть волшебная фраза, в моей реальности всё получается легко и изящно. И вот задумали что-то, в моей реальности всё получается, проговорите своё желание легко и изящно. Это не аффирмация, её не надо долго повторять. Легко и быстро. Вот сказали и всё. Главное прочувствовать то, что вы говорите и научиться пространству доверять. Я тоже живой человек, я тоже не всегда была такая, как сейчас, и раньше вот вроде бы что-то надо, как мы это делаем, да, надо, попросили у высших сил, у ангелов, хоть у кого, да, у наставников, каждый по-своему обращается, называет и просит. И начинаем ждать и сомневаться. А что если? А вдруг? И не получаем. Вот как только меня довели вообще вот до крайней точки, вот всё, вот действительно капец. И мне уже нечего было терять, тогда я поняла, как нужно просить. Вот прочувствовать можно просто, как говорят, умные учатся на чужом опыте, а дурак на своём. Вот в этом случае я дурак. Когда до ручки меня довели, только тогда я смогла понять, как нужно просить для того, чтобы получать. Доверять пространству, доверять высшим силам, это немногие умеют. И у кого не получается то, что там семь лет училась и сейчас не могу помочь или есть посвящение в степень, а ничего не получается. Нет веры. Очень хорошая притча есть, она длинная, но когда вот люди пошли просить у Бога дождя за засушливое лето, то только один мальчик из всей деревни взял с собой зонт. Это называется вера. То есть вся деревня пошла просто так, и только один ребёнок истинно верил в Бога, что если он попросит дождь, то Бог ему обязательно его даст. Вот вспоминайте эту притчу почаще. Говорите пространству, что вы ему доверяете, и доверяете на самом деле. Не просто говорите, а через сердце. Установка нового времени. В моей реальности изобилие, богатство, достаток, здоровье, любовь. Давайте ещё раз. В моей реальности изобилие, богатство, достаток, здоровье, любовь. Утром встали, повторили, вечером, убедились, что это так и есть и легли спать. Довольные, благодарные и уверенные в том, что только так, а не иначе. Вот такие вот сказочки, но не для всех, потому что люди до сих пор живут с негармоничной энергией трёхмерного мира и не хотят её отпускать. И многие медитируют, читают послания и прочую литературу, но что из этого они делают в своей реальной жизни? Как проявляются эти знания и полученные энергии? А любят ли они каждого встречного, а принимают его таким, какой он есть? А любят ли они всё вокруг и в том числе себя? Да не всегда. Вы знаете, вот любовь к себе, такое понятие тоже сложное, и я на приём очень часто сталкиваюсь с тем, что человек просто не любит себя. Боятся перемен, боятся что-либо менять, боятся стать не такими, как все. Да, многим легче жить так, как живут все, не выделяясь. И часто отсутствует вера в себя, вера в то, что вы достойны многого, вера в то, что вы одарённое божественное существо. Вы верите во владык, в ангел, в светлых существ, в Бога верите, но многие из вас не могут поверить в себя. Поймите и поверьте без всяких условий, что вы достойны жить в любви, в радости, в гармонии. Нельзя получить новое, не расставшись со старым. Во что вам вкладывать, когда нет места? Если вы не протянули руку, открытой ладонью вперёд, к пространству, к реальности, ко Вселенной, к Богу, как вам дадут? А многие заняли всё своё сознание старым, ненужным опытом и холят его, и лелеют, и не могут расстаться с ним. Да отпустите вы уже этот трёхмерный опыт. Он вам помог в нужное время, дал вам старт для вашего развития, а теперь он вам больше не нужен. Отпустите его с благодарностью и примите новый. И вот этот период, который мы сейчас с вами проходим, используйте как подсказки к тому, что необходимо в себе изменить. Используйте обнаружение своих привычек как мотивацию к действию. Есть плохая привычка наедаться на ночь? Ну, признайте её себе, да, я наедаюсь на ночь, потом мучаюсь полночи животом, но это моя привычка, которая даёт мне старт для роста. Значит, я должна себя больше контролировать, чтобы не есть там после шести, семи, восьми у кого как. И начинайте работать над этим осознанно. Одним из важнейших канонов вечности является закон энергообмена. Это главный закон космоса и Земли. И он работает по принципу, сколько взял, столько и отдал. А теперь давайте подумаем, а соблюдается ли это правило равновесия энергии каждым из вас? Загляните внутрь себя, посмотрите со стороны, честными только глазами, совестливыми. Писать в чат ничего не надо. Вы просто каждый день своей жизни проанализируйте и сами себе ответьте, а есть ли равновесие и ответственность за полученное в вашей личной жизни? Это касается не только духовных знаний, это всех материальных благ касается. Всё ли справедливо и по-честному получено вами в этой жизни? Будут ли эти весы находиться в равновесии, если на их чаши положить полученное и затраченное? Когда человек берёт то, что ему не принадлежит, насыщаясь благами нашего материального проявленного мира, он отдаёт или теряет духовную составляющую своей жизни? И если все силы и энергии человека направлены только на получение материальных благ, на ублажение своей оболочки физического тела, о каком балансе энергий и соблюдении закона энергообмена может идти речь? Человек — эта система сложна. Взаимодействуют в человеке различные виды материи, энергии, которые сочетаются определенным образом, порождают невидимые глаза, но вполне ощутимые энергетические потоки. и есть точки входа взаимодействия и выхода в физическом теле, в тонких телах, которые называются чакры. От силы и полноты этих потоков напрямую зависит наше здоровье, физическое и психическое тоже, конечно же, но иногда происходят сбои в движении и формировании этих потоков. И что происходит? Появляются блоки, энергетические узлы, то, что меняет истинную вибрацию человека. Поток энергии, проходя в этих узлах, искажается, ослабевает или вообще разворачивается и начинает идти в другую сторону. Это одна из причин возникающих болей, болезней даже. А в жизни у человека на психическом уровне происходят биологические изменения в импульсе, которые порождают негативные эмоции. И бывает, что у вас то упадок сил, то упадок настроения, то наоборот какая-то повышенная тревожность или какое-то необъяснимое возбуждение, прилив сил. Энергии идут неправильно. А что же создают эти блоки, эти узлы? Привороты? Наговоры? Порчи? Колдовство завистливых соседок? Нет. Эти блоки создают ваши страхи, зависть, злость, обиды, нежелание меняться, скупость, осуждение, уныние, неверие в свои силы и способности. Наша жизненная энергия — это золото жизни, которое собирается человеком на протяжении жизни души, множественных реинкарнаций. Это опыт души, который как жемчужина растет в энергетическом пространстве и становится больше и прекраснее. И многие из вас занимаются практиками по подъему энергии, по прокачке чакр. Но что происходит в этот момент? Если у вас есть узел страха на первой чакре, узел стыда на второй, узел вины на третий, узел обиды на четвертой чакрах, не буду уж дальше подниматься, потому что там вообще не развязаться, вы попросту растрачиваете ваш животворный родник энергии. А от природы энергии у вас предостаточно. Но почему-то вот в чате, когда делали диагностику, описания совершенно другие. К тому же хочу сказать, что неумелая или неправильная практика нарушает движение потока, вызывая негативные последствия для здоровья и разрушает вашу энергозащиту. И здесь уже не только болезненное старение организма включается и прогрессирует, потому что безосновательное перегревание желез происходит, если энергия будет подниматься. Неверное представление о чакрах может вас привести к прокачке чего угодно и кого угодно, но только не чакра. И существует огромная вероятность, что будет насыщенная энергия совсем не чакра. Что такое чакра? Чакра — это энергогенератор. А сбой в работе энергосистемы нашего тела возникает по разным причинам, а при сбоях образуются блоки, образуются узлы. И когда у вас уже везде на чакрах завязались узлы, насыщение чакры светом, энергией Вселенной будет как мертвого припарка, это в лучшем случае. А в худшем все эти узлы будут просто жиреть, толстеть и процветать. Прокачка без предварительной очистки опасна. А на каждой чакре до любого, у каждого человека горизонтальные привязки существуют или горизонтальные связи. И это связано может быть как с человеком, так и с эгрегором. А на одной чакре этих связей может быть очень много. Какие-то нас подпитывают связи, какие-то подпитываются нами. И те энерговампиры, которые от вас питаются, они, конечно, будут рады такому щедрому подарку, как вами накачанная чакра. Вот посмотрите, если среди вашего окружения есть такие люди, которые вам постоянно жалуются, которые прямо целенаправленно вызывают у вас сочувствие. Особенно это могут быть уже люди в возрасте, может быть пожилые родители, может быть подруги, которые прямо вас используют как жилетку, иначе не скажешь. А может быть просто вам встречаются на улице такие люди, которые как будто атакуют вас эмоционально, конечно, я имею в виду, как будто целенаправленно хотят, чтобы вы им что-то сказали или как-то отреагировали на их действия. И вот эти вещи просто вот сейчас вспомните несколько таких случаев, можете потом проанализировать наедине с собой. Вот такие появления таких энерговампиров чаще всего случаются тогда, когда вы либо сделали медитацию, либо побыли какое-то время в молитве, либо как-то себя подпитали, а вы энергию дали тем подругам, тем людям, которые к вам привязаны, и они пришли ее скушать у вас, потому что вы же чакру насытили, они чувствуют, а холодильник полный. В наш каналчик чего-то там добавили, пойду-ка я поем. А те, кто на улице, незнакомые вам люди просто так, мимо проходящие увидели вашу чистую энергию, они тоже на нее падки, очень рады они. Золотом жизни питаются астральные энергии, существа тонкого мира, сущности даже, я бы сказала, не существа, и не нужно открытие ресторана для астрального мира провоцировать тем, что неправильно вы себя прокачиваете чакры, что называется, потому что сейчас это модно очень, а с энергией работать нужно умеючи, чтобы, во-первых, не порвать ваши чакральные воронки и не нарушить целостность биоэнергетического поля. Ну и вот я уже про узлы вам сейчас только рассказала. Что жизненную энергию блокирует? Энергетические узлы, я их назвала некоторые, но самый главный блок это узел страха, который находится в первой чакре, в красной чакре, она сейчас уже не первого, но красного цвета, который мы обозначали, да, исток. Из-за этого узла энергия разрушает организм как радиация, то есть невидимо, но наверняка. И одно из проявлений узла страха это заход. Второе проявление это понос. Следующее проявление это проблемы с половой сферой, либо сексуального плана, либо болезнью. Энергия ищет и разрывает другие энергетические центры, в частности вторую чакру, то есть половую. Что при этом происходит? Энергия перестает чакрами втягиваться, а наоборот начинает истекать. И это вызывает нарушение работы кишечника, печени, поджелудочной железы, проблемы сексуального плана. При завихрении энергии может развиться пупочная грыжа, геморрой, живот начинает расти. В чем это в событиях жизни выражается? Человек теряет деньги, бизнес, удачу, материальное благополучие, людей начинает терять, то есть какой-то разрыв непонятный с партнером вообще на пустом месте вдруг взял и ушел к другой. Кто вообще потерялся, не звонит, не пишет, если вы встречались и непонятно куда делся. И развивается страх, и страх этот нарастает. Вот такая вот воронка становится каналом для подключения энергосущностей и прочих энергопаразитов, которые доступ получают к вашим органам важнейшим и провоцируют ваш эмоциональный план и человек вдруг начинает страдать. Просто вот действительно по жизни, как говорят, пришла беда, открывай ворота. И можно пить таблетки, и ходить к психиатру, и к другим врачам, и снимать порчу, и так далее, и так далее, и так далее, но результата не будет, потому что узлы сами по себе не рассасываются, но их можно убрать определенными техниками, если знать, как это делать. К тому же нужно понимать, что мы изменились. Вместе с пространством, вместе с нашей планетой, вместе с вибрациями Земли, мы меняемся также, и чакровая система тоже огромные изменения претерпевает. И кроме того, что сначала необходимо проработать и устранить узлы на чакрах, еще нужно уметь и правильно включать свои чакры. А мы ведь на протяжении жизни подвергаемся многим энергетическим атакам и сами атакуем, что тоже бесследно не проходит для наших тел. Элементарно, на эмоционально повышенных тонах с кем-то поговорили, вот она атака, вот она деформация вашего биоэнергетического поля. И у многих сейчас нет энергии, потому что поле повреждено. есть каналы утечки, связки, блоки, узлы, и все это нужно убирать, иначе о здоровье говорить не приходится. А когда у человека есть реализация через бизнес, через хобби, через работу, через все, что угодно, через отношения, тогда человек достаточно большое количество творческого потенциала получает и, конечно же, энергии. и он действительно в этом новом пространстве начинает воплощать то заветное, то важное для него, к чему он очень долго шел. И энергия денег притекает, и энергия достатка притекает в жизнь, и встречи заветные совершаются, и здоровье есть. Вот когда у человека баланс процесса и результата выстраивается, тогда приходит все, и удовлетворение, и радость, и здоровье, и материальные блага, и счастье. Но, увы, почему-то у многих не так, потому что часто очень посылаются мысли отсутствия, мысли нехватки, мысли страха, и срабатывает принцип маятника. Вы в одну сторону этот маятник качнули, а он в другую сторону. Ваш страх безденежья или одиночества привел, которые вы «Ой, нет денег, нет денег, как я буду жить», да, или «Ой, мне уже много лет, а я еще не замужем», а он вам вернулся еще большим страхом обратно, а вы опять «Ой, а годы-то идут», а я там замуж не вышла, квартиру не купила, потомство не родил, вы говорите и еще качаете маятник сильнее, и он вам прилетает еще с большим усилением. вот послушайте, какая фраза интересная, и она вот, можно больше ничего не говорить, можно закончить вебинар. Я ее когда прошла, не моя, в интернете нашла, но прям вот супер откликнулась она мне. Чем больше ты беспокоишься о завтрашнем дне, тем реальнее оно становится, это завтрашнее дно. Поэтому думать надо только о позитивном. на самом деле, оно вот, сколько в жизни у нас уже было люди, которые вот рождены в том веке до 80-х готов, до середины, да и давайте даже, наверное, до середины 90-х уже можно брать, потому что у меня вот старший ребенок 90-го года рождения, 26 лет, тоже уже повидал различных в жизни перемен вот этих вот в государстве, которые происходят с нами, а мы, кто старше, чего мы только не видели и чего только не было, а наши родители и еще больше. И тем не менее мы здесь с вами сидим, у всех компьютеры, у кого-то хорошие достаточно, диваны под нами мягкие, и тепло в квартире, и водичку пьем, кстати сказать, есть посуда, есть вода. Поэтому чего дна-то бояться? Не надо беспокоиться о завтрашнем дне, чтобы не стало реальным это завтрашнее дно. Что делать? Вот спрашивают. Что делать? Остановитесь. Остановите свой маятник. Помните закон физики, сила действия рождает противодействие. И в новом мире мысли, мире агни, только так. Все деструкции человека разрушают, несут усиленные деструкции в ответ, а вот конструктивные мысли, наоборот, усиливают конструктивное положительное вокруг нас. И если вы сосредоточитесь на том, что в вашей жизни не работает, вы только усилите это, еще больше привлеча в свою жизнь того, чего вы не хотите. Сосредоточьтесь на том, что в вашей жизни хорошо и много, и усиливайте эту сторону своей жизни. Маятник счастья начните раскачивать. Ну а то, что делать с чакрами, вот Полина спрашивает, надо сначала очистить, потом полечить, гармонизировать и поставить защиту, только в таком порядке. А наше эмоциональное состояние, оно как магнит, оно притягивает из пространства созвучные энергии. И человеку, которому плохо, всегда будет еще хуже, а человеку, которому хорошо, еще лучше будет. И вот смотрите, само слово настроение, от слова настраивать, да, от глагола, что делать? Что делать? Настраивать. Перескочили, мы бы зависает немножко чат. Вот скрипочка такая, да, то есть мы как инструменты, мы настраиваем себя, и мы с вами также на минорный лад можем настроить себя, так и на мажорный, и никто, кроме нас этого не сделает. И мы своим настроением создаем вокруг себя определенную вибрационную частоту, торсионное поле, на вибрации, излучение которого ориентируется окружающее пространство. Я уже сегодня несколько раз говорила о том, что подобное притягивается подобным. И в текущий момент, в условиях новых вибраций, нам с вами очень помогают. Высшие силы помогают, ангелы помогают. Они приставлены в помощь нам для реализации наших идей, наших желаний. И если вы верите в их существование, вы смело можете к ним обращаться. Как обращаться? Здесь нет никаких секретов, нет специальных шаблонов. Вы знаете, меня тоже очень часто спрашивают, а как вот сделать тот или иной ритуал, а как сделать то-то, то-то. Вот здесь нужно просто выйти с ними на контакт и с чистыми мыслями от сердца просто попросить покровительства, помощи в благих намерениях, потому что в плохом светлые силы не помогают. А если то, что человек задумал плохое, и оно сбылось, это значит, он отдал себя, ну, как попросту говорится, да, в народе, продал душу дьявола, обижаться потом не накроют. И если у человека присутствует вера, то в его жизни будет присутствовать всё, что он хочет. У большинства людей сейчас физическое тело ещё не до конца подготовлено к переходу в новую систему энергополей. И поэтому для того, чтобы перейти вместе с новыми вибрациями Земли, наши физические тела начали отключать на какое-то время. И у многих людей появляются температуры, насморк, заболевание горла. Вот тоже несколько писем. У меня сухой кашель и постоянное першение в горле. Иногда пропадает голос, а по ночам вообще непонятно, что со мной происходит. Зуд, покалывание, прострелы. Не понимаю, что с моим телом. Крутит, просто выворачивает наизнанку, особенно по ночам. На ровном месте не простывал, не поднимал тяжёлого. Так выключилась спина, что не мог даже доползти до телефона, чтобы вызвать скорую. Вот для того, чтобы перейти в более высокую вибрационную систему, наше тело, оно тоже должно поменять свои прежние вибрации на новые поля. Попросту говоря, нам сейчас меняют оболочки нашего транспортного тела, старые, на новые. Идёт трансмутация наших тел, и именно поэтому люди так реагируют. Отсюда появляются разные недомогания, которые я перечислила, аллергия, сопровождаемые астмы, высыпаниями на теле, зудом, и практически повсеместно всемирная депрессия. Это низкочастотное вибрационное поле. И если вы испытываете подобное состояние, вы находитесь в низких частотах. А для перехода в новую мерность нужно перемещаться в высокие вибрации. И когда начали менять вам оболочку, пошёл сбой в энергосистеме полей. Для того, чтобы ваши поля восстановить, потребуется какое-то время. И в этот период, в период формирования поля, нужно очень стараться держать себя в гармоничном состоянии, для того, чтобы быстрее восстановиться. Помогать себе нужно. Все проявленности в нашем материальном мире, в нашем поле материальном, то, что мы видим, можем потрогать, формируется сначала там, на тонких планах. Все болезни, ссоры, катастрофы, потери, всё там. А уже на физическом теле, в видимом нам мире, проявляется то, что вы заложили себе в программу там, вовне своей физики. У меня есть знакомый программист, он всегда проводит аналогию нашей жизни с компьютером. И это пример, на самом деле, как нельзя лучше, показывает истину. запрограммировали, подгрузили программу, она на экране покажется только тогда, когда вы включите компьютер. Но там она стоит, пока вы её не видите, но она там уже есть. Почему нам не дано пока видеть тонкие миры, наши тонкие тела? Да потому, что если бы люди увидели все скелеты в шкафу, которые сами создали своими мыслями, страхами, просто все бы разом сошли с ума. Чтобы заниматься своим духовным ростом, своим высоковибрационным состоянием, нужно действовать. Не просто там послушал и забыл, да, или накопил. Я часто очень участвую в мероприятиях в различных, и есть такой формат марафон, который проходит там, допустим, с 12 дня до 12 ночи. И есть люди, которые прослушивают все вот эти 12 часов каждого спикера. Я не говорю, что это плохо, ни в коем случае. Но нужно четко понимать, для чего он это делает. Просто накопить или что-то сделать такое вот, хватануть везде, или действительно применить, пропустить через себя и стать лучше. И так, что хочу сказать, Алла, вот вопрос ваш такой очень провокационный, вы знаете, я готова ответить наедине на этот вопрос. Очищает, Нина отвечает Али, вы знаете, я хочу сказать о том, что да, искреннее покаяние очищает, но вот мы привыкли, вернее, не привыкли, не так. Нам навязывают программу и установку, что нужно каяться, 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 каяться и каяться. То есть поставить себя в позицию раба и в ней находиться, присоединившись к Эгрегору. К покаянию нужно еще добавить многое. Вот выше я говорила, будете запись просматривать, обратите внимание, когда я говорила сегодня о состоянии Творца, о том, что мы части маленькие может быть, но у некоторых биоэнергетическое поле доходит до 5 километров, не такие уж и маленькие. И поэтому мы уже с вами боги и богини. В чем каяться? Алла, самое намоленное место это храм нашей души. Про 11-11 скажу, конечно, обязательно. Так вот, когда мы не действуем, когда нет времени, когда нет возможности, то компьютер забрали, внуки приехали, то с работы пришла устала, это лень, просто лень и отговорки, а психовать, расстраиваться людям абсолютно не лень. А знаете, кого вы кормите в тот момент, когда проявляете свое недовольство и такие негативные эмоции. Даже грусть, даже слезки, даже может быть обида на кого-то такая легкая, но хотя легкой обиды не бывает. Именно те самые низменные миры и те вот страшные слайды, которые я сейчас могу вернуть, но не буду, потому что когда включаю эту картинку, сразу чат начинает пестрить сообщениями, ой, уберите, уберите этих страшил. Они с удовольствием подпитываются вашей чистой энергией, и в хаотичное состояние простейшие энергоинформационные паразиты, которые называются махлоки или арвы, схваченные вами или подсаженные вам, провоцируют ваше несчастье, чтобы ваши низкие частоты, страхи, негатив кушать. Никакими таблетками биополе не лечится, повторяю вам, и не восстанавливается. Таблетками можно свое физическое тело восстановить, но что толку восстанавливать физическое тело, если на тонком плане записана программа разрушений. Ну, немножко облегчение будет на какой-то период, и потом все. Внутренний голос говорит с балкона вниз. Это не внутренний голос. Нет. Нет, это не внутренний голос. Если можно, покажите, увидеть хочется. Давайте покажу. Ну, как увидеть хочется. Я покажу слайдик, который я вот сейчас приводила в пример. Вот этот слайд я имела в виду. А показать, Елена, на личной консультации могу. На коллективное поле я не буду вас водить, потому что я не вижу вас сейчас, я вижу только ваши сообщения. На консультации могу показать. Только обещайте мне, что стойко выдержите этот сеанс. Вообще, конечно, когда я впервые увидела, мне было 19 лет, было как-то не очень по себе. так что давайте уходить от старой нервности, от сплетен, жалоб на жизнь, от ненависти, от перекладывания ответственности за свои неудачи и беды на других, на жизнь, на Бога, на близких людей, на магов, да много еще на кого. И будем действительно уже идти в те энергии, которые являются энергиями нового мира. Вообще, вот как бы эта установка, я сам привлек это в свою жизнь, это то, что сейчас необходимо понять и принять. И немедленно начать мыслить по-новому, уйти из деструкции, потому что любые искажения в ваших тонких телах, которые вызваны негативными энергиями, приведут к тому, что вы начнете излучать такие же энергии и в окружающий мир. И просто заблокируете прохождение энергии не только в вас самих, но и в окружающем пространстве. Я много-много говорю уже про тонкие тела. Сейчас я вам расскажу немножко про тренинг, а потом мы с вами будем делать практику. И еще у меня очень много информации по ведущим энергетическим вратам в октябре и в ноябре и про 11.11 расскажу и про все. Поэтому не расходитесь, пожалуйста, я вас прошу. Итак, тренинг «Глубинная практика очищения тонких тел» он называется. Тренинг в записи. «Глубинная практика очищения тонких тел». Два часа чистых практик, то есть там нет теории, там вот мы одну практику сделали, пошли дальше, одну сделали, пошли дальше. Мы с вами убираем с ваших тонких тел все энергоинформационные загрязнения, блоки подсаженных и схваченных сущностей, которые прилепились к вам и сидят на вас. Будем чистить чакровую систему, запускать нормальную работу вашей биоэнергетической оболочки. Потом после чистки полечим, гармонизируем, подпитаем чистой энергией и поставим защиту. Я даю вам техники, которые вы сможете использовать самостоятельно в дальнейшем, помогая себе очиститься от разного вида ментальной и другой грязи. Самое время убрать из вашей жизни то, что блокирует нормальное ощущение радости, счастья, изобилия. И если вы хотите быть здоровыми, любимыми, богатыми, счастливыми, то, конечно же, нужно действовать. Так ли вы будете действовать иначе, через мой ли тренинг, или сами по себе, или через те непонятные установки, которые Елена сейчас пишет в чат, то ли локоть положила на клавиатуру, то ли кошка ходит. Поэтому модераторы, пожалуйста, очистите последнее сообщение, потому что оно мало ли чего там программирует. Глубинная практика дает как раз необходимую чистку всех слоев биоэнергетического кокона, и эффект от практики многие ощущают уже во время прохождения. Я вам предлагаю избавиться от той грязи, которая просто блокирует нормальное течение вашей счастливой жизни. И все, кто мой тренинг приобретает и оплачивает в течение суток, получает в подарок видеопрактику активации чакр нового времени. И медитацию для прохождения портала 11.11. Огненных врат Персея. 11 ноября у нас вот такие вот интересные врата к нам приходят. Мы все в них погрузимся 11 ноября. И я вас приглашаю. Давайте пройдем глубинную практику очищения тонких тел. Я вам волшебный пиночек выдам, который сдвинет вас с места наконец-то, запустит ваш двигатель, и дальше вы уже пойдете сами. Вы пойдете не просто так, а с набором инструментов, которые у вас в руках будут всегда. Запись практики я вам высылаю, плюс медитацию на 11 ноября, плюс видео технику активации новых чатов у меня стоит обычно полторы тысячи рублей. Сегодня я вам ее отдаю бонусом просто к заказу этого тренинга. Техники легкие применения, они очень хорошо и легко работают, и кто проходил со мной какой-либо тренинг, вы знаете систему моей работы. Так что проходите по ссылочке, вот Невена вам в чат поместила ссылку, оформляйте заказ и получайте не просто запись тренинга, а плюс еще и медитацию и видеотехнику в подарок. Ну а сейчас давайте я вам расскажу как раз таки о том, о чем обещала сказать, о тех энергиях, которые сейчас к нам какие-то уже пришли, какие-то идут, и конечно же на нас влияют, хотим мы этого или нет. Мы вступили с вами 17 октября в период пораженного солнца. У астрологов это называется дебилитированное солнце, то есть есть реабилитированное, а есть дебилитированное, пораженное, падающее, другими словами. И этот период будет длиться до 16 ноября. Что эти энергии нам несут? Что может сейчас быть в этот период и как себя обезопасить? Обострение болезней может быть или отношений, отношений с мужчинами, скорее всего с отцами. Если у кого-то папа уже не в этой жизни, то может быть какие-то воспоминания будут приходить, обиды какие-то всплывать на отца. Вот с этим тоже нужно работать. Будьте в этот период осознанны, не ссорьтесь, потому что это еще больше ослабляет солнце и потом на вас же и отразится. Сохраняйте терпение. Мы в неоплатном долгу перед родителями, кем бы они сегодня ни были, и поэтому вот прям свои эмоции отслеживайте, понимайте, откуда они, почему они и не загоняйте их внутрь, а отрабатывайте тут же. Ныть и жаловаться, что все пропало, нельзя. Вы этим будете ослаблять свое солнце, а это может печально закончиться, потому что сама планета солнца отвечает за общее состояние здоровья, за иммунитет, за сердце, за зрение. И слабое солнце может дать плохое зрение, сложности с кровью, с кровообращением, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, эпилепсию, головные боли, артриты и поражение костей. Поэтому сейчас тоже травмоопасность повышена, будьте осторожны. Вот, солнце такое вот сейчас, и если его еще больше ослаблять, то, конечно же, есть риск. насчет семьи, мужчины, проявляйте терпение. Вот на этот период это ваша духовная практика. Вы домохозяин, и вы просто в этом состоянии незыблемы. И если что-то вам говорят, и вы считаете, что ваше мужское достоинство принижают, это не так. Не вспылите в этот момент и держите себя в руках. Проявляйте терпение, вы увидите, что через день-два совершенно другое проявится в той ситуации, которая вас вот так вот выбила из клеи, поэтому не торопитесь эмоционально реагировать. А женщинам учитывать фактор сложного периода в семье до середины ноября и почаще вспоминать, зачем вы вышли замуж, а в чем цель вашего семейного счастья, потому что серьезные семейные конфликты вплоть до развода в этот период они очень вероятны. Теневая планета Кету действует скрытно и вам будет непонятно даже почему происходит конфликт, может на пустом месте вообще возникнуть то, к чему нет никаких предпосылок. Кету освобождает от иллюзии и это период хороший, чтобы задать вопрос, а зачем я в этих отношениях, а что я от них хочу? То есть проанализировать вот эту сторону брака, но опять же не пылить с холодным рассудком и отложить это на потом. Можно до 16 ноября потерпеть, пока не бежать с заявлением о разводе в суд. А потом уже придет понимание того, что чего-то мы тут с тобой наворотили, дорогой, давай-ка мириться будем. Есть разные методы усиления и гармонизации солнца. Что в этот период полезно делать? Вставать на восходе. Кстати, воскресенье это день солнца, и вот уже завтра вы можете попрактиковать ранний подъем, вставать на восходе солнца. Очень полезно проводить по воскресеньям разгрузочные дни, уменьшить количество соли. В воскресенье можно вообще соль из своего рациона убрать. Почему? Потому что соль это лунный продукт. Посмотрите, как она выглядит. Вообще есть такая легенда красивая о соли, что раньше у Земли было три спутника в начале времен. А была Луна и еще две Луны, которые назывались своими именами. И потом произошла межгалактическая такая вот потасолочка, война, и эти две Луны упали на Землю. Кстати, вот континент Австралия по легенде это большой осколок одной из Лун. И соль это тот грунт Лун, которые разрушились и упали на Землю. И посмотрите, на самом деле вот эти соляные пустыни, где добывают соль, они ведь не по всей Земле, может быть и правда, кто знает. Так что соль это продукт лунный, и в день солнца его нужно убирать из своего рациона. Невкусно, конечно, но можно найти такие продукты, на один день потерпеть. И, кстати, разгрузиться как раз. Йога полезна очень. Можно делать приветствие солнцу, но есть такой комплекс сурья намаскара, можете его делать, если владеете. Очень полезно повторять или слушать мантры солнцу. И, кстати, сурья намаскара тоже можно выполнять под мантры. Очень важно относиться с уважением к отцу, к старшим вообще в семье, на работе и к начальству тоже. Учиться брать ответственность во всем на себя обязательно. Это вообще всегда полезно, а в этот период тем более. Так, теперь хочу про портал 11.11. Сейчас переключу слайдики. У меня тут сегодня две презентации, туда-сюда листали. Развестись. Ларис, если вы уже в процессе, вот за ваше терпение 25 лет, можно вам и до 16 развестись ноября. Уж 25 лет терпели, ну, наверное, какая-то ваша скрытая вторичная выгода в этом была, да, может быть, сейчас для вас жестоко звучат мои слова, но тем не менее, 25 лет терпеть просто так, наверное, человек не будет чего-то как-то, может быть, надеялись, потому что женщина же всегда до последнего надеется на возрождение любви, но тем не менее, вам можно. Итак, портал 11.11, огненные врата Персея, самый сильный, можно сказать, один из самых сильных энергетических дней в году, открывается энергетический портал 11.11, и в этот день вы можете получить энергии небывалой силы. 11 ноября загадывайте желание, визуализируйте свою новую реальность, в которой вы хотите жить. Я вам сегодня подсказочки в виде установок нового времени дала уже, вот вы записали, кто не записал, значит, смотрите в записи нашу встречу, записываете на холодильник, прямо на магнитик можете повесить. Медитацию на портал, еще раз повторю, подарок получат все, кто сегодня приобретет мой продукт, мой тренинг, глубинная практика для очищения тонких тел. Для того, чтобы легче, безопаснее пройти эти врата, медитацию нужно провести накануне 10-го, затем 11-го по определенной схеме, и схему я тоже вышлю вам вместе с медитацией. Вот этот день еще называют нить Ариаду, это пульс земли, и это еще одна возможность создать условия для прохождения огненных врат Персея, правильно, то есть вместе с медитацией. Это выход из царства Андромеды и вхождение в полиуренгеновское излучение созвездия Персея, поэтому называется огненные врата Персея. Величайшая возможность изменить мир в огненных этих вратах заключена, и Земля туда просто стремительно движется. Это та перспектива, которая нам дается, чтобы мы вошли в огненные врата и активировали то, что является даром Бога. Этот дар это наше ДНК, мы сегодня уже про это говорили, и оно уже активирует межпространственные гены в условиях положительного влияния космоса, но если много деструкций, если биополя порваны, деформированы сильно, загрязнены, нужно себе помогать обязательно. Войдя во врата, эти гены в виде антенн начнут улавливать мощные импульсы рентгеновского излучения Персея. Именно так каждый человек войдет во врата Персея и начнет менять свое пространство. Хотите узнать, для чего нам все это? Вот вообще космос это огромный творческий потенциал или как единый организм регулирует энергетический процесс так, чтобы все в нем было гармонично. И поэтому энергия космоса должна сонастроить те эволюционирующие части космоса, которые находятся в развитии. А мы с вами еще как бы не подошли к тому уровню космического сознания, которое бы гармонировало и резонировало с другими формами жизни в космосе. Поэтому мы туда войти войдем, но для кого-то это может быть будет фатальным. Чтобы себе помочь, нужно, конечно же, это сделать более плавно. и таким образом энергия огненных врат Персея, врата 11-11, которая дает возможность перенастроить сознание на новый космический импульс. Она нам поможет. И поскольку мы творцы, то нам дана воля Бога, и мы должны воспользоваться ей. А это значит, что каждое сознание, прогрессирующее сознание, уже может определить, что еще есть в нем старое и отжившее. И нужно, чтобы каждый дал себе оценку, от чего он хотел бы избавиться, и что в себе мы носим несовершенного. И это даст возможность высвободить эти старые энергии из своих сознаний, чтобы они трансмутировали во время прохождения огненных врат Персея. Сознательное прохождение врат даст возможность структурировать свое сознание новыми космическими энергиями и активировать наши спящие ДНК, а это значит, что мы все будем положительно заражать тех, кто готов к изменениям, но в силу различных каких-то процессов еще не смогли начать вот этот переход, в котором мы с вами уже находимся. То есть здесь опять-таки включается принцип, о котором мы много слышали, помогая себе, помогаешь другим. Или спаси себя, и вокруг тебя спасутся многие, как в Библии написано. А с 29 октября по 3 ноября, слушайте, одни сюрпризы у нас этой осенью, вообще год такой неоднозначный, но осень, конечно, превзошла целый год. Будут проходить энергетические дни без времени с 29 октября по 3 ноября. это как будто бы все стены, все границы исчезают, и параллельные реальности проникают одна в другую. Дни самой это древняя мудрость, которая живет в нескольких измерениях. Это как пересечение прошлого и будущего, знание о том, что ничто не ограничивается временем и пространством. Контакт с предками, помогающими преодолеть страх перед старостью и смертью. И в эти дни утончается грань между мирами. Многое становится возможным. Можно проститься навсегда с былыми обидами и страхами, открыть дороги любви и благополучия, проложить тропинки к осуществлению самых заветных желаний. Самой это своеобразный эпилог года, эпилог жизни. В это время подводится итог. Это промежуток времени, не принадлежащий ни будущему, ни прошедшему. В дни самой открываются переходы между мирами. Ритуальный смысл состоит в обретении гарантии неисчерпаемого природного ресурса, повторения, возрождения, обновления. А как обновляться, если все еще зашлакованные и старых энергий? Есть различные состояния сознания, в которых человек находится на определенной виброволне. о них многие писали, в частности Бурджиев, Джон Лили и прочие. Положительные уровни это плюс 3, плюс 6, плюс 12, плюс 24, плюс 48. С обратным знаком, соответственно, отрицательный. 96, если вот или после практик. Эти состояния определенно часть нашего человеческого наследства, доступная для большинства из нас, потому что душа-то помнит, мы сегодня говорили с вами неоднократно, что воплощение наших душ на земле происходило неоднократно. Плюс 3, это классическое саппери, слияние с универсальным умом, союз с Богом. Плюс 6, называется делание Будды. То есть это уровни энергии, на которые мы попадаем. Плюс неоднократно, это неоднократно, неоднократно. Неоднократно, Продолжение следует... Продолжение следует... И самость потеряна в приятной деятельности, которая лучше всего освоена, которую приятно выполнять, то есть дело жизни. Плюс 48 — это нейтральное состояние. Продолжение следует... Можно работать и выполнять обычные обязанности. Ограничение над самостью. Человек изолирован. Минус 6 — крайне отрицательно. Адоподобное состояние, в котором человек является только точечным источником сознания и энергии для сущностей. Страх, боль, вина в крайней степени. Бессмысленность всего очевидна. Говорят, уныние — тяжкий грех по библейским законам. А потому что в состояние минус 6 человек попадает энергетически, а оттуда выбраться очень сложно. Минус 3 — то же самое, что плюс 3, но только человек слит с другими существами по всей Вселенной, и они все очень плохие. И человеческое «я» плохо и бессмысленно — это квинтэссенция зла, глубочайший ад, какой только можно воспринять. Состояние, которое длится вечно, хотя по планетарному времени может быть несколько сяком. Но многие, которые сталкиваются с таким страхом, прям предсмертным, леденящим ужасом, говорят о том, что буквально вся жизнь перед глазами пролетела и показалась вечностью, а оказывается, только 5 минут был в таком состоянии. И нет никакой надежды в этом состоянии спастись от него, оно навсегда. Первый большой барьер к положительным состояниям, который со знаком «плюс», «плюс 24», «плюс 12», «плюс 6», «плюс 3» — это наше физическое, ментальное, эмоциональное состояние, состояние наших тел. В какую параллельную реальность утащат вас ваши вибрационные излучения? В высокие вибрации новых времён или в низкие, тягучие вибрации дуальности, из которых, как муха из мёда, выбраться нет шансов? И вот эти дни самые, когда грани между мирами стираются, и когда параллельные реальности находятся рядом с нами, без всяких границ и стен, без всяких барьеров, крайне важно прожить в том состоянии,